вот еще один еще один пирожок кристине открыли это манго с творогом манго творожный тоже прям такой как суфле ой вкусно так всем нравится да вкусно дегустация за дегустацией такую высоту повесили не посередине как будто чуть пониже очень красиво гармонирует свет карниза со стенами это идут на колечке на колечке идут а вот еще надо для тюля такую да теперь крючки надо теперь крючки и на усин сразу в дети тоже крючки давай я сама в дену что я знаю в какую сторону и одевают зеваю положить на висит этот самый вид ручки это плотно сейчас а со временем ты начнешь дергать занавеси она может расслабиться поэтому не нам так делал теперь надо поставить усин с одной стороны заглушку и я поставлю эти самые крючки все вымерили отрезали отпилили что надо теперь я буду одевать крючки но сюда на колечки на эти и вот тут в тюле держатель это усин у нас называется вот туда прям шина можно ее как же не туда надеть на его закреплена она уже можно не бояться шина как будто вот видите отсюда вот если сбоку посмотреть она как будто вот такая эстонской буквой вот и теперь вопрос такой для это уже для хозяйки буду вдевать эти крючки сама потому что когда вы вешаете тюль или вешайте обычные вот эти занавеси какую сторону смотрят крючки потому что раньше старомодные вот эти все карнизы эти крючки смотрели на вас они так вот прямо были а теперь они либо вправо либо влево и вот к с какой стороны вы привыкли вот эти занавески одевать как-то я сейчас хотела все чтобы смотрела влево прошлась по всем комнатам оказывается не все смотрят вправо в общем даже даже в этом это дилемма сейчас будем вставлять вот такие это для тюли вот такие они на колесиках вставляется в эту шину и вот так либо вправо либо влево куда хотите они ставятся не могут поэтому вот они так заезжают и смотрят вот либо в одну сторону будут так висеть до либо в другую я почему-то решила что так а потом в других комнатах оказалось что они вот так все висят то есть когда они не поднять то они все будут это не могут так западать это ничего страшного они потом все выпрямиться обратно когда паркам повиснут то есть все делаю вот в правую сторону ну или как в ту сторону целый день как-то возим с этим карнизом том высота то ширина то чего-то еще тот там детали тут вроде бы такая мелочь который вообще потом не замечаешь эти занавески смотришь подходит занавески не подходят грязные не чистый а то на что не крепится но вообще не обращаешь внимание зато сейчас почему-то когда дело касается где-то карнизов мне аж дурно потому что начинается это вымерение длиннее короче там столько мелочей вы даже не представляете просто многие хозяйки привыкают там да кто левша кто правша я думала что я в эту сторону она спасибо ты хоть отдохни немного пока я задеваю колбаски буду делать отдохну муж еще нас кормить снова будет у нас снова ужин мы тут все сидим а ногу какую ногу столешнице потом это потом еще завтра зеркало вешать я не знаю вот сюда мы завтра будем заносить кровать вот и мама тоже говорит это давайте сейчас занесем комод прикрепим зеркалах маму а если там вот кровать как-то размеры изменились она будет впритык там на что-то подвинуть то есть просто ни всего не успеть может весь день я здесь возился розетки выключателю карниз миллион всяких вопросов от мы тут по высоте потому что тату я монтировала сидела все так мало заглушки должен из двух сторон и теперь вот этот вот у вот эту часть как будто вот такой заглушечкой это я умею что-то ничего не даешь все этот вот светлый беж такой все по цветками чего пламена потом можно его относительно а а на той стороне заглушку поставил я думаю сейчас все упадет ах подожди куда ты пошел а мне же до кольца еще надо посадить крючки зачем ты поднимаешь участка кухня какая-то вы я должна на весу это делать стоя руки затрав а как вот кольца ты можешь сделать те кольца а я давай вот эти да будет я думал ты будешь отдыхать но давай смотреть вот такие здесь колечки вот такие вот здесь крючки вот их надо вот тоже значит смотрите у нас раз вся тюль идет в ту сторону крючки значит 8 значит и крючок идет тоже вот так не в ту сторону а в эту открывается ротик в ту сторону нет тебя неправильно наоборот переверни его и вот так ты цепляешь только на своей стороне да ты зацепляешь вот там куда ротик ротик вправо казалось бы чушь но почему-то забирает так много времени сил поэтому повеска карнизов самая высокоплачиваемая работа конечно что где-то видел повеску что это за слово такое повеска не знаю кстати как назвать повеска кому надо повесить карниз это называется муж на час до часа тут не отдел ты задержался смотри не перепутай часто бывает так что все раз одна смотрит ротик не туда и когда вешаешь занавески всю жизнь бесишься над этим местом не знаю у меня рот всегда в холодильнике вот и представь себе это осторожнее идти а где еще одна чё ты мне отдай а мне то а мне не хватает поздравляю что все и не хватает здрасте как это не хватает вон тут целый дверь еще на полу лежит вон еще третий это тебе не хватило все это там прикреплено между собой расстояние все между усином между этой шины между самим где стоят вот эти наконечники все это замерено вымерено 150 раз так что на это ушел почти целый день все устали то есть кто раз отмерить один раз повесить да новая пословица весится только один раз можно повеситься только один раз да а почему то потом на карниз кто из вас вот обращать внимание вот карниз на так вообще никто не замечает да этот карниз какой он пропорционально видите как он по уровню все смотрят на занавески да все смотрят грязные эти занавески или нет а не то что видите как тут по уровню все да по уровню все смотрят на занавески ты как-то меня сегодня попросил поймать полмиллиметра каких то нет нет не достаю я росточки у меня хороший рост я кстати высокая покажу как надо усин он же видишь относительно усина блин тут это вот опять вот чего-то относительно того плотно понимаешь что это самое а он не двигается так легко да плотно так идет на весу не подвинешь так а чуть-чуть вправо слезает от чего-то в общем нет на все таки рост у меня аж хорошие должно нет но у меня всегда хотели чтоб я не балетом занимался в баскетполе была рост баскетбольный ну да еще может какие-то варианты ну да ученые не сусунут или что нет ну давайте не засовывай ничего не засовывай ничего все я уже устала 30 раз много больше вот такая фигня он как раз вот видишь идет прям да прям даже без зазора прям видишь стоит наконечник прям вообще все как на все таки поставил без меня отлично боже мой свершилось не съешь болт последний штрих и проглотишь сейчас уже вечерело у нас здесь лампы еще нет вот одну такую поставили сейчас чтобы хоть как-то что-то освещать уже завтра продолжим уже просто моральных сил нет не то что физических моральных скорее видно посмотри теперь осталось в этом да 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 ага это туда впритык можно оставить не надо регулировать регулировать не надо втыкай его в стенку вот там втыкай его в стенку вот там втыкай одна сторона у тебя и затрется износится втыкай там стенка здесь закрепляй все много надо укорачивать да смотри здесь тут она вообще не кажется в принципе лишь грубо восемьдесят три с половиной до ну так плюс не минусом она может что там 84 ну грубо восемьдесят четыре от восемьдесят трех до 84 до лишь чтобы плюс еще поднять а здесь она даже видишь 84 она здесь где как и то есть обрезать надо где где-то вот здесь обрезать и эту а это заглушка здесь видимо как она выкручивается она вставится туда как ее вставить потом не знаю как надо чуть-чуть крутится а значит она обрезается куда видишь заглушка это ставится ну а потом спи отдыхай таком и нету ножовки может возьмешь с собой отрежешь или здесь будешь и дальние кудем это брит на работе возьму ножовку отрежу другую хорошо комната доделано практически но практически делаем опять шашлык опять нас муж кормит не шашлык на меня это все шашлык что на гриле сказала в общем сегодня делаем сыром уже показывала их вот эти не показывала шашлычная колбаска здесь 90 процентов мяса и если так написано то так есть это я к тому что я про россию наливаю дарить надо не какой-то обвалки какой-то как это слово волшебное такое механической обвалки я намекаю туда до свинина 90 процентов лук соль белок белок мясной белок уксус это видимо это 10 процентов да но жирность к сожалению 280 калорий до 1 в 22 жира 20 любым как у хлеба калорий у хлеба сунга а жира у хлеба тоже 22 лишь как надо брать ты пальцами хватал а надо вот так а надо вот так каминными щипцами ты каминными щипцами хватай из пачки вот здесь значит как как их надо делать 240 250 градусов а ты а ты мерил по цельсию как здесь по цельсию померить как тут по цельсию померить что это 220 если 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 горит то 220 нет если горит по полыхает то уже 250 так на что у нас осталось во дворе но что сказать без комментариев разгром называется картина после ремонта куда вот это девать эти все обрезки имя надо топить елками топить а рука а не поднимется рука топить таким я видела где-то туалет там вот делают еще где-то чего-то обыгрывают а бабить что-нибудь надо да но типа в туалете я видела такое интересное мужчина какой-то делал сам туалет и у него вот остался материал тоже со всей дачи линолеум ламинат вагонка чуть ли не наружная вагонка доски и вот он сделал как сказать слоями у него шел камень потом плитка даже плитка была на на стену половая потом как бы ламинат так куском потом вагонка вы не представляете как красиво естественно не просто на ляпа на все со смыслом со вкусом не знаю мне лично очень понравилось я взяла это себе на заметку так что налеплю тоже до налеплю до устали конечно с этим ремонтом и морально и физически мастер работал а устали мы да ты сегодня работу а я между прочим знаешь как тоже работала пока тебя не было очень даже челюстями так нельзя материться в ю тубе я скажу вежливо я очень много чего делала потому что мастер меня просил и я сама просила работу а челюстями я не забывала то по полу очень хорошо получилось до половой вопрос это к тебе я конечно расцениваю это приличном контексте про половой вопрос хороший будет будем звать будем звать да теперь у нас следующий этап там этот половой вопрос тоже придется решать очень переворачиваем что-то подглядываешь на покажи сюда давай зрителям покажем как там давай вместе посмотрим эти какой уже да уже такой совсем не совсем сырой а лук горит но с краю он не особо конечно горит а вот это туда должен полоской тонко я не буду смотреть как ты его переворачиваешь сейчас все это упадет горячий быстрее бери в руку вкусно ешь сам попробуй что на только это и мне и можно посладковатый такой вот испортил всю мою диету я все время снимала что я ем у меня было все прилично зная капуста лук или что ты приезжаешь я сразу порчусь на глазах сразу у меня все сбивается все диеты все быстрее в ладошку мне горячая чем конечно у меня горячая может почему холодковатый да ну не футболу так ворон много смотри что это вот тут расквакались раскукарекались раскукарекались простить хорошо каникул у кого-то ой хорошо он все детки веселятся как наши тут цветочки хорошо вроде прижились у нас солнышко садится уже какой лес как освещен солнцем просто невероятная красота прям убить сюда какие солнышком залитые все сосенки так можно сидеть и смотреть часами на эту красоту солнышко садится